Доброе утро! Вот этого всего на нас снова, что пришло в жизнь церкви, о чем вчера я начал говорить. И пусть Бог благословит нас. Отец, я прошу Тебя, благослови во имя Иисуса сегодня каждого из нас быть слушателем и исполнителем Слова Твоего. Ты сказал, блаженное слышащее Слово и исполняющее Его, Бог всемогущий, пусть познание истины принесет свободу в Церковь Твою от всяких форм многобожия, идолопоклонства, колдовства, антисемитизма и прочих проклятий. Господь Бог Святой, Тебе вся слава. Я благодарю Тебя за Твое благорасположение к нам, за Твою милость, за Твою любовь. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь. Избавь нас от злого духа критицизма, Господь, смотря на историю церкви. Бог всемогущий, мы не судьи, но предаем Тебе все судьи праведному. Господь, но позволь нам учиться сегодня на примерах, Господь, и отрицательных, и положительных. Позволь нам, Господь, прикоснуться к истории Твоей церкви. Бог, и я прошу Тебя, пусть и в сегодняшнем дне, и во все последующие дни каждый из нас увидит свое предназначение в истории церкви, увидит свое место в истории Твоей церкви, Господь, и прославит Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Друзья мои, вчера я немного упомянул о Третьем Вселенском Соборе. 431 год мы записали город Эфес. И мы узнали с вами, что в действительности это было два разных собрания. В двух разных составах, два лидера, один антиохийский патриарх, другой патриарх Александрийский. Иоанн и кто? Кирилл. Кирилл, запомним их, пожалуйста. Запомните их. Так вот, две разных школы, две разных традиции, два разных взгляда. И, к сожалению, императорская власть, грубо вмешавшись, изменила ход истории церкви, исторического христианства. До сегодняшнего дня традиционная православная католическая церковь и признают Третьим Вселенским Собором тот, что был 22 июня, тот, что был одобрен, благоставлен императорской властью, лично Феодосием II, императором византийским. И я думаю, это большое недоразумение. Церкви нужно просто покаяться. И церковь, почему сейчас, священнослужители, почему сейчас боятся вот эти факты вскрывать и каятся тем более? Потому что на этих вещах строится сегодня вся махина современного отступнического христианства. Сегодня на этом строится очень многое, слишком многое. И если сейчас, вот они так рассуждают, порой священники, вот эти факты признаешь ложными, то рухнет все здание. Но я убежден так, что чем быстрее рухнет, тем лучше. Потому что должно рухнуть христианство, христианство отступническое, должно рухнуть христианство блудницы великой, должно рухнуть христианство противо Христова. Но должно созидаться христианство истинное. Должно созидаться христианство библейское. И здесь, друзья, никто из нас не пострадает, никто не проиграет. Наоборот, все выиграют. И те же и православные, и католики, и протестанты. Потому что на самом... Кстати, многие священники мне говорят, так ты протестант. Потому что такие вещи говоришь, это уже не православие, это вообще, это чистой воды протестантизм. Я говорю, хорошо, я протестант. В таком смысле я протестант в том, что я протестую против этих вещей, которые, на самом деле, они не достойны христиан, не достойны церкви. И я убежден, что это не есть православие, то, что я сейчас называю многобожие. Это не христианство вообще. Да, мы имеем уникальные служения. Каждая церковь, каждая динаминация имеет свои какие-то плюсы, минусы, свои какие-то традиции, особенности культурные, исторические. Да, я не против этого, я за. Но есть вещи, которые недопустимы в церкви, ни в коем разе. И вот многобожие, это, наверное, самая пакостная такая вещь, которая только возможна в народе Божьем. Недаром, когда Бог в 20 главе Исхода начал говорить, Он начал с того, что я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов при лице моим. Друзья, тогда в Эфессии на Третьем Соборе шла речь о Богородице. И, как бы, подтекстно шла речь о некоторых апостолах, о некоторых пророках. То есть, шла речь не о сотнях, и тем более не о тысячах святых, а шла речь лишь о некоторых. Но, лиха беда начала, как говорится. То есть, это лишь было истоком. Только лишь дай начало этому процессу. Дальше, как снежный ком будет расти. И с Иисусом, мы, как церковь, в частности, православная, католическая, мы поступили очень недостойно. Как в старом, в таком советском, еще брежневских времен анекдоте. Когда один рабочий сделал предложение, какое-то там изобретение, допустим, и начальник там смены, примазался к славе, говорит, ну, ведь, слушай, ну, как-то несерьезно, мы подадим сейчас туда, в Москву, а ты просто рабочий, давай я тоже запишусь в соавторы. Хорошо. Начальник там цеха, значит, там кто там, директор завода, там комбината, всего. То есть, областное начальство приписалось там, в Москве там приписались в соавторы к этому изобретению. И когда уже выдавали документ, как бы, на изобретение, сказали, слишком много имен, надо хотя бы одно сократить. Ну, и сократили кого? Рабочего. И вот так же с Иисусом поступили, как в том советском анекдоте, значит, как с тем рабочим в советском анекдоте. То есть, приписали к Иисусу, как бы, одного, второго, третьего, пятого, десятого, много, а теперь уже никто не разберется даже, к кому же молиться, в какой нужде. Такие брошюрки распространяются, они очень популярны, я думаю, во всех храмах по всей России, матушке, можно приобрести эти брошюрки. Какому святому в какой нужде молиться? Потому что требуется пособие уже, чтобы разобраться во всем этом. Даже опытные священники с многолетним стажем не смогут вам вот сразу так вот сказать, допустим, по некоторым профилям, допустим, сразу вот всех там посредников, ходатаев, специалистов, святых, ответственных за эти нужды, допустим, за эти проблемы. И самое смешное, что до Иисуса не доходит фактически ничто. То есть, простому человеку не прорваться к Иисусу, это суперпастор, окруженный такой командой, свитой, что, чтобы к нему записаться на прием, нужно поговорить со всеми его замами вначале, и вообще до него и не так и не дойдет. То есть, превратили церковь в бюрократический аппарат такой. И Царство Небесное сделали такой бюрократией, при том, значит, довольно преступной бюрократией. Но на самом деле, друзья, это попытка по образу человеческому, по человеческому отступнического общества перестроить Царство Небесное. Это утопия, это религиозная утопия. На самом деле, мы имеем свободный вход в Царство, к Отцу, через кровь Иисуса, через жертву голговскую, каждый человек, мужчина или женщина, в любое время. И даже сейчас, в это мгновение, Иисус за нас ходатайствует со своей драгоценной кровью. Как первосвященник, ходатай. Завеса разорвалась, то есть, вход открыт. Как говорится, you welcome, да? Добро пожаловать. Слава Богу. И, друзья мои, по поводу многобожия. Почему именно Мария? Почему с Матери Иисуса началось все? Довольно интересно. Я вчера упомянул, что этот культ очень древний, очень старый культ. Многие народы знали похожие культы Богородиц, именно Матери Богов или Матери Бога, и поклонялись Богородицам. И в самом Эфесе это делали. И вчера я упомянул, что мы не знаем Рождества Иисуса, дня, месяца и даже год мы знаем приблизительно лишь. Но откуда сегодня в церквях православных католических обычай праздновать Рождество, допустим, Богородица самой? Марии, Матери Иисуса. Как вычисляли этот день? Никак не вычисляли. Просто-напросто взяли старые такие древнеязыческие, оккультные вот эти празднества, и в эти дни, когда праздновалось, допустим, Рождество Артемии Дефесской и других Богородиц, просто переделали в Рождество Богородицы уже Марии. Или праздник Пречистая, как называют сегодня в России, этот праздник в Украине, праздник Пречистая. В сентябре празднуют целую неделю. Так же, как и далекие-далекие язычники вот тех времен еще незапамятных праздновали Рождество Богородицы Астарты и Артемии Дефесской. Друзья мои, это ничто, кроме проклятия, ничего, кроме проклятия, не может принести на нашу землю. Это не благоставение, друзья мои. Потому что благоставение лишь на самом деле в Богопознании. Благоставение лишь на самом деле в нашем Господе Иисусе Христе. В нем, да и аминь, Божье обетование. И, друзья мои, так же и с другими праздниками, не со всеми, конечно, но со многими праздниками произошло. Я упомяну о некоторых, наверное, да. Я упомяну о некоторых праздниках, богородичных, так называемых праздниках, ввиду в курс дела. Какие праздники, вы знаете, вообще Богородицы, в честь Богородицы? Ну? Вы чистой воды протестанта такие. Ликбез устроим такой православный. Вот девушка назвала «Видение во храм Богородицы». «Видение во храм». Это связано как раз с праздником с Рождеством, потому что есть такое предание, в него верят сотни миллионов католиков и православных, что Мария родилась почти чудесным образом. Католики верят, что именно чудесным образом, православные верят, что почти чудесным образом. И, так вот, ну, и те, и другие согласны, что и мама, и папа ее были старенькими людьми, но богобоязненными. И вот у них родилась такая девочка, просто Мария. Но она была не просто Мария. Она была по, значит, подсказке свыше, посвящена Богу изначально. И вот, значит, в третий год, по-моему, да, ей три года было от рождения по преданию, ее привели в Иерусалим к храму, чтобы, значит, посвятить Богу. И в этот момент вышел первосвященник, ну, батюшка, да, патриарх. Вышел, он прогуливался, и вдруг увидел эту девочку и понял, это не просто Мария. И он взял эту девочку, трехлетнюю, и вел ее в храм, а потом вел ее во святое святых Иерусалимского храма, якобы. И якобы вышел без нее уже. Она осталась там жить до 14 лет. Была питаема ангелами, раз в год ее видел первосвященник, заходя туда кодить с кровью жертвенной, он, значит, видел эту девочку. Но это древняя версия, сегодняшняя версия, она еще более фантастична. Современные мифотворцы религиозные, они переплюнули наших предшественников. Так вот, допустим, нынешний патриарх Московский утверждает, что все-таки первосвященник вывел девочку в тот же день, но, поселив ее возле храма, он позволял ей каждый день, каждый день, независимо от празднества, непразднества, ей приходить во святое святых, входить для молитвы, а потом снова выходить и жить возле храма. То есть и та, и другая история фантастичны вообще, нереальны. Во святое святых никто не мог попасть никак, кроме как первосвященника и лишь раз в году. И это было на Йом-Кипур, когда приносила жертва Богу за весь народ и за всех уверовавших в Бога Израилева. Друзья мои, это сказка, но для чего она была выдумана? Для того, чтобы подчеркнуть, во-первых, особую роль Марии, как бы поднять ее в глазах народа, как бы христианского, и вообще, чтобы показать, что она именно изначально была уже не такая, она была уже особенная. Я думаю, здесь, ну как говорят, кашу маслом не испортишь, но можно испортить, если там тонна масла, значит, на килограмм каши, значит, да, можно испортить. И вот здесь перестарались, явно переусердствовали мифотворцы. Они сделали не просто как бы ложь, а такую ложь, в которую невозможно уже даже поверить даже. Переусердствовали. А однажды в одной радиопрограмме, да, по голосу, нет, нет, не помню. Ну, неважно, одна программа была в Америке, нет, не в Америке, а именно в России. И священников православного спросили, значит, вот по поводу вот этого праздника, ведения во храм, ему сказали, вот как же вот вы можете прокомментировать этот праздник, ведь он никак не может быть истинной, правдой, ведь Библия говорит обратное совершенно. И знаете, друзья, священник этот, слава Богу, я его знаю, этого священника лично, он в этом интервью признался, да, что мы, ну, обманули вас, прихожане, мы уже полторы тысячи лет уже врем, уже, значит, притом очень бессовестно, нагло. Вот, и после этой программы этому священнику досталось очень хорошо от начальства, вот, он там как бы вынужден был быть на ковре там у начальства всяких и отрекаться, вот, от своих слов забирать их обратно, да я не то имел в виду вообще, вот. Но правда, потом как Галилео Галилейка в кругу домашний говорит, ну, все-таки она вертится, ну, все-таки ложь. Но почему отрекался, потому что, знаете, в личных беседах священники бывали такие моменты, вот в моей практике, когда я с традиционными священниками, ну, обычно с теми, кто меня знал раньше, и в общениях я говорил, что вот, ну, как мы можем продолжать вот так вот нагло обманывать людей, зачем? Но священники обычно так мне говорили эти, что, ну, примерно так, что, а что мы можем сделать? А вообще, как это может выглядеть теперь, это покаяние? Это, представьте, народ соберется на праздник в видение, бабушки придут на праздник, а священник выйдет и скажет, добрый день, братья и сестры, извините, праздника не будет. Почему? А потому что на протяжении последних полутора тысяч лет, и даже больше, мы успешно обманывали, вот, и, а ведь построили уже храмы в честь видения, виденские монастыри, все-все, это же один из 12 крупных праздников в году. Если убрать этот праздник сейчас, то посыпется столько много всего, потому что все-таки народ-то не глупый, как его, не дури, но все-таки смекнет, что, а в чем вы еще нас обманывали? Ну-ка, батюшки, признавайтесь, в чем еще вы нас обманывали? И тогда придется долго очень каяться. Огласите весь список, пожалуйста, да? Проще будет вопрос поставить так, а в чем вы нас все-таки не обманывали? В чем все-таки, ну, правда нашей церкви? В чем же вот именно правдивость нашей церкви? Так будет короче гораздо. И, ну, в десятки раз короче, я так думаю, предполагаю. Но все эти наслоения, оккультные, вот эти традиции, друзья мои, это не есть тело Христово, это не есть благословение для тела. Друзья мои, это всевозможная болезнь, это то, что, ну, противно Христу. Церковь должна быть омыта банью водную посредством слова, то есть омыта именно Божьим словом, очищена Божьим словом, как грязь не есть ты, собственно, да? Это на тебе, но это не есть ты. Тебе нужно омыться, и вот церковь должна омыться банью водную посредством слова Божьего. Аминь. Другие праздники, я упомяну так вскользь, немного совсем об этих праздниках, чтобы вы знали. Потому что с этим придется часто сталкиваться, разговаривая с простым населением, разговаривая с людьми, особенно где-то в селах, допустим, не знаю, ну, да и в городах также. Вот вчера я был в музее вашем, скрылическом. Хорошая экскурсия, спасибо за экскурсию. Все рассказали от и до историю, значит, края, историю, значит, области. И начиная от этих костей мамонта, заканчивая там уже, значит, нашими временами. И, так вот, и там, в числе прочего, там знамена всевозможные, там, значит, там, иконы. И говорилось о том, что там экскурсоводам, что вот эта икона, она есть, как бы, благоставление этого края, значит, там, и чудеса, там, исцеление и прочее, прочее, прочее. Вы знаете, я подумал, сколько много вот этих вот сорняков проросло, сколько много труда необходимо сейчас, чтобы прополоть, на самом деле прополоть вот это поле. И здесь, в этом труде, друзья, нам поможет только лишь слово Божье. И, так же, знание исторических этих фактов, оно пригодится, потому что не просто там направо-налево разбрасывается эта информация, а к месту сказанное, оно принесет большой успех, я убежден. Дальше, друзья, я еще обещал о праздниках немного упомянуть. Вот, связанное с Марией именно, с Матерью Иисуса. На самом деле, Мария сама, Матерь Иисуса, реальная личность, Мария, она никакого отношения к этому культу не имеет. Нет, я это официально заявляю, на основании Слова Божьего, она не давала провокационных таких заявлений о себе, она не провоцировала поклонение себе, ни в коем разе. Нет ни одного намека в Писании, который бы показывал, что вот она где-то как-то дала повод поклоняться ей или думать так. Ни в коем разе. Она вполне благочестива, скромна, то есть образец, ну, добродетель христианской, но не для поклонения. Интересно, один проповедник еще в конце четвертого столетия, это был Епифаний Кипрский, очень известный, кстати, православный святой. Кстати, запомните его, слушайте, запишите даже, он пригодится нам еще. Епифаний Кипрский, Епифаний, это епископ Кипра. Он сказал по поводу Марии такие слова, он же в конце, в самом конце четвертого столетия, Епифаний Кипрский. Как раз в конце четвертого, начало пятого столетий, именно в это время впервые некоторые люди заговорили о Марии, что она не просто вот так вот, Мария, Матерь Иисуса. Она нечто больше, чем просто Матерь, она чуть не Матерь всем нам и всем верующим и прочее, прочее. То есть уже были первые ростки вот этих суеверий. Еще никто не молился ей, еще не провозошлось ничего такого еретического, но уже были отдельные вот такие какому-то откровения, сновидения, видения и прочее. Я вчера упомянул об Александрийской школе богословия, которая была пестра вот этими откровениями. Так вот, дошло и до Кипра, вот это откровение. И Епифаний Кипрский, он официально святой в православной католической церкви, он сказал следующее слово, что ее должно уважать, но никто не должен поклоняться ей. Очень сильно сказано было, да? Ее должно уважать, но никто не должен поклоняться ей. Очень здраво было сказано. К сожалению, большинство отцов тогдашних Александрийских не прислушалось к мнению этого епископа церкви. Он был не просто епископом, он был очень уважаемым богословом, при жизни еще был очень уважаемым богословом. Ее должно уважать, но никто не должен поклоняться ей. Кстати, с Епифанием Кипрским, я так немного отвлекусь, еще один эпизод связывают, очень интересный. На Кипре, в городе Анаблате, там был храм большой построен, и этот епископ, он посетил общину. Он посетил церковную общину этого города, и там он увидел кое-что интересное. Видимо, к приезду епископа, я так рассуждаю, они сделали ему такой сюрприз. Сейчас, они на большом таком холсте сделали изображение Иисуса. Кстати, это первое упоминание в истории, это было в самом конце 4-го столетия. Первое упоминание, что сделали изображение Иисуса. По другой версии, об этом католики говорят, это было изображение одного из каких-то святых. Но это вообще невероятно. Скорее всего, это все-таки был Иисус. И было большое изображение на холсте, вывешено. Это было как украшение на празднество. И вот, епископ Епифаний приехал, посетил эту общину, был в этом храме большом. И что он сделал? Он уничтожил это изображение на глазах общины. И произнес проповедь, знаменитая проповедь его об идолопоклонстве. Что это есть провокация к идолопоклонству. Это не есть слава Аннаблата, а это и есть позор Аннаблата. И, друзья, кстати, когда диакону Андрею Кураеву вопрос задали, как-то на одном из таких форумов, вот как вы прокомментируете мнение вот этого отца церкви, Епифания Кипрского, и его поступок, как прокомментируете? Ведь он уничтожил изображение Иисуса. Как вы прокомментируете? А теперь, я скажу сразу, там это не прозвучало в вопросе, но я думаю, что никому из священников точно не секрет. Сегодня в большинстве храмов можно, ну там, где я служил, по крайней мере, там даже и на стене был нарисован Епифаний Кипрский. А так и иконочки его продаются, и нательные иконочки маленькие, Епифания, якобы помогает там в некоторых нуждах от сглаза, от порчи, от чего-то еще. Значит, и его маленькие иконочки и в транспорте можно увидеть, и в Епифании Кипрского. То есть, ну популярный во многих регионах, по крайней мере, там вот, у нас на Западе, мне это нравится очень, у нас на Западе. Вот там это, я не думал, что я Западный человек. Но для вас я Западный, да? У нас там на Западе, там это очень почитаемый святой. Не знаю, как здесь вот, у вас на Востоке. На Диком Западе. Ну, я имею в виду возле Москвы где-то. И вот, значит, и что интересно, Андрей Кураев сказал следующее. Он не нашелся ничего ответить, как сказать следующее, что это, извините, говорит, это частное мнение этого Отца Церкви, не больше. Поняли? Частное мнение, частное богословское мнение. То есть, это его личное мнение. Это чушь. Мягко так сказать, если. Это просто чушь. Потому что такого мнения, позвольте, если сегодня какой-то из епископов, да? Такое мнение сделает, выскажет, или поступок такой совершит. Его там как еретика заклемят сразу. Когда в 12-м столетии в России один из епископов Церкви, это был Феодор, епископ, в летописиах его имя один раз только упоминается. Почему? Потому что он отказался от целования икон и сказал, что это есть не Божье. То есть, как портреты, да, пусть висят, но он не против самих икон выступил, а против целования икон. И больше того, когда на собрании епископов его допрашивали, он признался еще в кое-чем. Он сказал, что я не могу назвать Марию именно Богородицей. Это было в 12-м столетии. Феодор епископ. О нем больше в летописиах не упоминается, потому что его тут же сняли со всех должностей. Ему прилюдно на площади Новгородской вырвали язык за то, что он отказался от Марию Богородицей. Ему выкололи глаза, то, что он отказался. И с него снимали кожу и изжарили на медленном огне. Исторический факт. Православный епископ. Вот его частное богословское мнение. То есть, его как еретика заклеймили. И при том, позвольте, он не выступил против икон. Нет. Он наоборот даже говорит, что пусть они будут, да, это хорошо, но только лишь целовать их это неправильно. И отказался Марию на суде церковном назвать Марию Богородицей. Вот и вся вина была этого человека. Это в российской истории есть. Друзья мои, но, когда епифаний кипрский, тогда в четвертом столетии, кстати, о инквизиции российской я потом чуть расскажу еще. Наверное, завтра уже, да. И когда епифаний кипрский совершил такой поступок, друзья, никто из современников не осудил его, ни словом, ни полсловом. Наоборот, те отцы церкви, известнейшие отцы церкви, великие капотокийцы, там, Василий Великий, Григорий Богаслов, Иоанн Златоуст, прочие, все в один голос хвалили епифания. Никто из них даже слова, ни полуслово не сказал, что это неправильный поступок, неправильное мнение. То есть, логично предположить, что епифаний совершил то, что было в умах, в сердцах большинства, по крайней мере, большинства священнослужителей того времени. А лучше сказать, всей церкви тогдашней. Да, друзья мои, но это я отвлекся по поводу епифания. Я думаю, если бы самого епифания сейчас воскресить и поставить его в храмах и показать ему его изображение, я думаю, он был бы в шоке. Он был бы в шоке. Потому что украшают его изображение, но то, чему он учил, внешне почитают праведника, внешне почтение к праведнику, но то, чему он учил, пренебрегается начисто. Да, друзья, я вернусь снова к культу Богородицы. Я еще немного о праздниках о тех расскажу. Я не могу об этом просто не рассказать. Да, вот еще, наверное, самый такой впечатляющий праздник из этого культа Богородицы это праздник Успения. Слышали все, да, наверное, Успения. Успенский собор, допустим, да, вот, Московского Кремля Успенский собор, там, Успения, это очень большой праздник, такой впечатляющий праздник тоже. И на Руси очень много, что связано именно с Успением. Но это еще большая ложь. Даже больше, чем введение во храм Богородицы и ее Рождество и все прочее вместе взято, наверное. Это самая большая ложь. Я имею ввиду из Богородичных ересей. И тоже необходимо разоблачить этого монстра сегодня. Потому что на самом деле, друзья мои, через эти, казалось бы, вроде безобидные вещи, но я осознал, что оккультно убивает церковь дьявол, оккультно порабощает, зомбирует христиан. Миллионы и миллионы душ. Это не просто так, друзья мои. Миллионы душ под этим религиозным гипнозом находятся сегодня. Одурманены сном. Кстати, когда Сергей Сергеевич Аверинцев, академик российский, уже покойный, поднимал вопросы о необходимости реформ в православной церкви, его ни раз и ни два обвиняли в том, что ты не лезешь в свое дело. Вы академик, пожалуйста, занимайтесь своей наукой. Да, но это старейшее, один из светильников таких российской науки был, академик наук СССР, потом России, один из старых еще академиков. И вот, ему говорили, даже упрекали в том, что вы лезете не в свое дело, тем более реформа в церкви, вы не священнослужитель, вы академик. Но он говорил такие слова, они меня очень сильно коснулись однажды. Он часто повторял их и в интервью, и в беседах, он сказал такие слова, что, заходя в храм, я, говорит, снимаю шляпу, но не голову же. Шляпу, но не голову. Вот, знаете, друзья, я убежден, в какой бы большой грандиозный собор мы не заходили бы, в какую бы деноминацию мы не влились бы, голову снимать никогда нельзя. Это преступление против Бога и против самого себя, в конце концов, и против церкви. Друзья мои, и вот, но, к сожалению, некоторые годы своей жизни я снимал голову и сдавал ее в архив моей деноминации. И я благодарю Бога за то, что Он пробудил меня однажды. И мне стало немного даже не по себе от того пробуждения. Это похоже вот на вот этот «Матрица», да, первый фильм, когда люди просыпались, и они думали, что они живут себе, они там ходят на работу, чем-то занимаются, а оказывается, живут в этих коконах, заложники этой системы. вообще просто-напросто ужасное пробуждение было. Я представляю пробудиться и увидеть, что вся твоя жизнь вообще предыдущая, это все был просто один кокон, и ты вообще голый, вообще ты ничто вообще, и зовут тебя никак, и вообще ты просто как мусором становишься потом, и все, когда тебя отработают, и все. Представляете, ужас такой, да, увидеть другую жизнь, другую реальность. И вот выход из религиозных многих этих тупиков, он похож на вот этот выход из этого кокона, рождение, выход. И, кстати, я однажды во сне получил откровение, это было сновидение, о том, что грязь, в которой я оказался, грязь религиозных заблуждений, она была еще грязнее, чем грязь наркомании, или алкоголизма, проституции, вот этих вещей. то есть, грязь религиозного оккультизма, если можно так выразиться, грязь грязнейшая, или грязь еще более грязная, чем вот грязь та, которая, значит, ну, такого хрестоматийного грешника, обычного грешника. И это было во сне, накануне я посетил с братьями одну женщину, которая покаялась, но она умирала, и это было ужасно. Она была наркоманкой, и многолетний стаж, гигантский стаж какой-то, и, в общем-то, она была в ужасном состоянии, ужаснейшим просто, она была полуразложившаяся, такая, на ней кожи фактически не было, значит, она была и не одетая, потому что, значит, ее нельзя было ничем накрывать, на ногах были кости видны, то есть, представьте себе, и при всем, при том, она живая была еще, вот весь ужас был в чем, значит, и, ну, это долго описывать, я скажу лишь следующее, когда я приехал домой, я просто умывался, мне казалось, я весь пропах этим всем, в квартире там стоял запах трупный, как будто долго тело лежало мертвое там, она была живая еще, под ней простыня как памперс, гной впитывался просто, это ужаснейшее вообще зрелище, и, а меня еще посадили возле нее еще, как назло, а я еще хорошо покушал перед тем, я вам честно говорю, я там боролся лишь с тем, чтобы ко мне не вырвать, а то скажут, еще опозорились, скажут, батюшку пригласили, а он обливался там, значит, вот, и, и, когда приехал домой, ну, все уже нормально, помылся все, и, ну, мне казалось, я сам пропах этим всем трупным этим ядом, каким-то запахом этим непонятным, а потом, вы знаете, такая мысль пронеслась такая, где-то там в молитве, что благодарю тебя, что я, не как там, вот та женщина, что я, ну, как бы, вполне такой мягкий, пушистый, батюшка, еще покаялся, все нормально, не был наркоманом там, вот, и, таких гадостей не испытал в своей жизни, а, ну, я, конечно, мысль эту отогнал, но она мне понравилась где-то, знаете, как борща предлагают, покушай, нет, спасибо, а сам думаешь, вот еще пригласили бы, вроде ради приличия отказался, и вы знаете, и во сне я увидел такую, вот эту гадость, в чем я был, она была грязнее, чем вот эта женщина была, вы знаете, та женщина, она внешне воняла, и разлагалась, да, а я был внутри весь, еще хуже, разложенный, и те люди, которых я вот так-то, ну, пренебрегал, которыми, вот, еще в школе преподавал одно библейское, там порядочных не было, даже людей фактически никого, то есть, ну, все бывшие бандиты, наркоманы, там, зеленые, синие, все с наколками такими, ну, как бы, компания такая, что, значит, в темном переулке не встретишься, вот, нет, сейчас я понимаю, христиане, верующие, но, но как-то, все равно, как-то, ну, осадок неприятный был у меня, вот, думаю, ну, как мало нормальных, хороших людей в церкви, и вот, и, и вы знаете, и когда, нет, я, конечно, мысль отбрасывал, но она где-то у меня там, где-то копошилась, эта мысль, и, и вы знаете, друзья, я увидел ту грязь, в которой я был, она была грязнее, чем грязь, в которой жили те люди однажды, и еще более грязная, мерзкая, в глазах Бога, и я услышал голос, прямо во сне, я услышал голос такой, отрезляющий, очень, обличающий, и довольно строгий, и добрый одновременно, и, следующее я слышал, для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркомана, алкоголика, или проститутку, держи то, что ты сейчас имеешь, дорожи тем, что ты сейчас имеешь, и так было сказано несколько раз подряд, а последний раз это было сказано, я уже проснулся, уже самое интересное, проснулся все уже, уже утро ранее, я проснулся, уже в памяти все, и голос этого опять звучал, опять звучал, я был в шоке, это был точно не сон просто, я не мог это списать просто на какой-то сон, Бог говорил конкретно, и я, вы знаете, я просто покаялся, я понимаю, что каждого Бог спасает из какой-то грязи, но вот та грязь религиозного оккультизма, о которой сейчас я рассказываю, она оказывается в глазах Бога, еще более, как бы грязнючая такая, эта грязь, она еще более омерзительная, эта грязь, и выйти из нее не так-то просто, Богу понадобилось больше усилий, оказывается, батюшку спасти Бога труднее, чем наркомана или алкоголика, оказывается, батюшку спасти труднее, и, друзья, я лишь молюсь о том, чтобы Господь, чудо, которое совершил в моей судьбе, Он совершил такие чудеса в жизни моих коллег, друзей, врагов, Бог знает кого, и чтобы многие священников покорились вере, покорились, не то, чтобы они атеисты, хотя есть и такие, от армиды выбрось, но в основном-то все-таки верующие, и при том, есть такие, что думают, что служат Богу, нас не на все сто, убеждены, не понимая, что во многих вещах, в которых они думают, что служат Богу, служат дьяволу верой и правдой, необходимо просто развернуться, повернуться, иметь веру Божью. Слава Иисусу Христу!